25 ноября 1895 года появился на свет Анастас Иванович Микоян. Советский партийный и государственный деятель, большевик, один из комиссаров Бакинской коммуны в 1917-18 годах, борец за установление советской власти на Кавказе, долголетний руководитель советской внешней торговли, а до этого отвечавший за положение на потребительском рынке, за пищевую легкую промышленность. С 1926 по 1935 год он был кандидатом в члены политбюро ЦК ВКПБ. С 1935 до ухода на пенсию в 1966 году был членом политбюро, а затем президиума ЦК КПСС. Возглавлял советское государство полтора года, с июля 1964 по декабрь 1965 был председателем Президиума Верховного Совета СССР, а до этого долгие годы заместителем и первым заместителем председателя Совета Министров СССР. Советский крепкий хозяйственник, как и Каганович, он разбирался в том, что касалось потребительского рынка, внешней торговли, организации легкой промышленности, вопросов, связанных с продовольственным снабжением населения в крупных городах. И в этом качестве, безусловно, преуспел. В годы войны занимался эвакуацией, перевозом на восток, наряду с товарищами Косыгином и Шверником, предприятий промышленности. И много сделал для того, чтобы раны, нанесенные Великой Отечественной войной советскому народному хозяйству, были залечены как можно скорее. Разумеется, Микоян не раз и не два выступал примиренчески и по отношению к Лаврентию Берия на заседании президиума ЦК КПСС в июне 1953 года, и по отношению к Никите Хрущеву, аналогичной ситуации в октябре 1964 года. Но под воздействием большинства президиума ЦК преодолевал эти свои колебания и поддерживал в итоге общую линию Коммунистической партии. Персональный пенсионер союзного значения Настас Иванович Микоян ушел из жизни в 1978 году. После него остались, как и после Кагановича, интересные воспоминания. Они изданы и доступны. Советую их прочитать.